А сейчас расскажу немного по процессу трудоустройства соискательных бережей. В общем, процесс, в принципе, легкий, ничего сложного нет, только занимает довольно-таки продолжительное время. Я расскажу о некоторых тонкостях, о предстоящих расходах и тому подобное. Ну, первое, с чего начнем, это вам надо прождать 3 месяца. По стечению этого срока, если вы в страну попадете в легальную, у вас появляется автоматически право на работу. После этих 3 месяцев вы должны открыть налоговую номер. В Финляндии это называется вера Тойместа. Как вы открыли налоговый номер, вы можете идти открывать банковскую карту. Как этот процесс происходит? Вы идете в банк, говорите, что вы беженец и хотите открыть карточку для начисления зарплаты. Словом говоря, это хорошо, окей, но нет проблем, только идите сначала, только принесите паспорт из полиции. Вы идите в полицию, объясняете ситуацию, хочу оформить зарплатную карту, полицейский говорит, окей, хорошо. Он едет, как бы говоря, в банк, подтверждает вашу личность. Полицейский потом вам присылает письмо о том, что вы, где говорится, что вы, окей, там банк указали, все моменты, идите от банка сейчас письма. После этого вы, как получили письмо от банка, с этим письмом идете в полицию. Полиция заполняет необходимые, видимо, в этом письме пункты, бланки и тому подобное, ставит печати. И полицейский либо же вы отложите этот бланк. Банк после этого назначает время, когда будет заключен договор, и этот договор еще, кстати, будет отправлен в главный банк Херсинки на рассмотрение, полицейский. И все это делается, как бы, заполнение договора при полицейском, при полицейском. И, соответственно, после того, как купил, в центр банк, скажем так, дают добро, а в течение двух недель приходит зарплатная карточка. Ну, в принципе, про зарплатную карточку все. Сейчас второй, а, нет, не второй, это уже третий этап. Третий этап – это получение, скажем так, сертификата, который позволяет вам выполнять определенные виды работы. То есть, если вы работаете на стройке, это надо открывать зеленую карточку техники безопасности. Она стоит 124 евро, курсы проводят в Хельсинке, там, в принципе, на русском языке, нормально в этом плане. Вот, карточка тоже обычно от одной недели до двух недель делается. То есть, там, вы приезжаете на эти курсы, слушаете их с 8 до 4 часов вечера. Ну, и на этом, в принципе, все. И уходите. Потом на почту также приходит карточка. Ну, эта карточка нужна тем лицам, кто хочет работать в сфере строительства. Если вы хотите работать с продуктами, с пищей, где-то либо же где-то в ресторане, вот, это надо делать еще гигиенический паспорт. Гигиенический паспорт обычно должен организовывать именно сам работодатель. Вот. Ну, это, в частности, в больших организациях, в мелких организациях. Я пока не знаю, как этот процесс устроен. Вот. И, допустим, если вы еще на стройке будете работать, то есть такие моменты, то, что некоторые люди работают там болгаркой, с парочными какими-то работами или еще что-то такие в этом роде, то это, соответственно, тоже есть на это допуск. Это называется карточка о допуске на работы, связанные с огнем. Вот. Она также стоит 124 евро. И, в принципе, такая же процедура, как и прохождение, скажем так, карточки зеленой. Ну, и после, получается, вы получите, допустим, все эти карты, идете к работодателю, с вами заключают договор. Образец договора я, к сожалению, пока не знаю, как он выглядит, и у меня его пока, к сожалению, нет. Вот. Возможно, как-нибудь, если появится такая возможность, я отправлю образец. Ну, не суть. Идете, несете этот договор специальному работнику, показываете вот так-то, так-то. Я перехожу на работу. Ну, и, в принципе, все. И дальше вас пускают свободное плавание. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, комментируем, делимся видео и подписываемся на наш канал.